В Махачкале сегодня прошло открытие выставки юного каллиграфиста Айсабели Закароевой. Девушка представила зрителям картины, в основе которых арабская каллиграфия. Окунулся в творчество и фантазию автора и наш корреспондент. Это стихотворный конь арабского поэта Махмуда Дарвиша. И в самом коне написано стихотворение, посвященное его коню. А нижняя надпись, она является подписям подлинного автора. Так Айсабель Закароева объясняет посетителям выставки значение и идею своей работы. У каждой картины своя история, свой герой и своя особенность. Я в своем видении исполнила его работу в арабской каллиграфии. Эта картина светится в темноте, в нем она накапливает свет. А когда в комнате полная темнота, она начинает отражать частички света. И то есть в темноте вы спокойно можете прочитать ту надпись, которая написана. Каллиграфия не является профессиональной деятельностью Айсабели. Это всего лишь ее хобби. Девушка учится в Санкт-Петербурге на архитектором. Каллиграфия увлекается пять лет, но уже имеет свою аудиторию и поклонников. Этот подход связан именно с увлечением девушки, изучением арабского языка. Думаю, что именно арабская каллиграфия как бы успокаивает, умиротворяет. Татьяна Беляева приехала в Махачкалу исключительно на выставку молодого каллиграфиста. Делится, что работа Айсабель нравится ей уже не первый год. А любимая работа – картина под названием «Бабочки». Она создает такое ощущение какого-то тепла, домашнего очага. И вот с такой частичкой чистоты любви будет передавать дому. Вот такой работы очень хочется, конечно. О яркости этой работы Татьяна упомянула неспроста. Ведь картина светится ночью. Но помимо этого, если перевернуть фигуру бабочек, можно прочитать такие надписи, как «Альхамдулиля» и «Аллаху Акбар». Выставку посетили все любители арабской каллиграфии. Эта письменность, на их взгляд, самая интересная. Работа Айсабель привлекли тем, что до нее выставок такого рода в Дагестане практически не было. Все-таки у нее есть своя специфика, связанная с тем, что арабская графика представляет собой непрерывную вязь. И в связи с этим здесь есть свои нюансы, своя прелесть, своя красота. Отметим, что выставка носит благотворительный характер. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Инсан» на помощь нуждающимся детям. Девушка Айсабель и известная не только в Дагестане молодой доктор Амина Юсупова, они придали этой выставке благотворительный характер, что не могло не затронуть, не привлечь всех тех, кто узнал об этой выставке. Выставка проходит на втором этаже Кумукского театра и продлится до 30 сентября. Ума Ибрагимова, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.